МИЛЛИОН, Артур, МИЛЛИОН! Всем привет! И ты попал на канал Вилка. Это значит, что нужно для себя взять печеньки. Готоваться к лучшему времени при прождении за день. А мы продолжаем с тобой смотреть... Черепашки, мутанты, ниндзя. 2012 года. Первый сезон, 19 серия. Давно не смотрели? Давно не смотрели и все в комментариях А где черепашки? А почему они выходят? А никто не учитывает тот факт, что мы тоже люди, мы тоже можем болеть. Вот, соответственно... Что сложного выложить? В серии-то уже записаны. Да, но они же, может быть, еще не оспорены, представляешь себе. А мало того, что они не оспорены, они могут еще сбивать весь график рабочий и съемочный. Да нет, но на этапе-то уже оспорены есть. Ну, есть. Просто у нас все по порядку выкладывается, как нужно. Раз ты смотришь, то обязательно... Поэтому не обижайся на нас. То обязательно поддержи канал, подписывайся и ставь лайк, и не обижайся. Все, погнали. О-о-о! Субпространственный детонатор эндочастиц. Как это понимать? О-нет или ура? Он в руках крэнгов, значит, конечно, о-нет. Почему? Что он делает? Детонатор десинхронизирует субатомные резонансы, что разрушает полимолекулярные структуры. Схлопывай их. Из-за этого получается бум! Теоретически получается... зв herself! Тут важно быть точным. С детонатором эндочастиц в нашей Nelson В финале мы станем непобедимы. Внимание! Действуем по моему сигналу. Стоп! Это что, значит, с одной стороны у нас черепашки хотят получить этот детонатор, вы обезвредите его, я так понимаю. А с другой стороны, Стокман, который хочет заполучить себе... Скорее всего, Шреда. Ну да, и они, типа, с двух сторон на Крэнга. Прикольно. Каждый в своих интересах. Круто. Я, кстати, не вижу разницы, типа, какая разница, бомба сделает бух, будух, вжинг-бух, вжинг-пунг, или еще какой-нибудь другой звук, если она в любом... Да. Если она в любом случае просто заржится и нанесет урон всей окружающей среде и местности. Вот это странненько. По твоему? Умоляю, не бейте. Делай, что мы говорим и благодари, что даем тебе жить. Понятно, Скунсмен? Стокмэн. Меня зовут Стокмэн. Что случилось? Ничего. Спасибо, что позволили мне жить. Облажаешься, и я сам тебя прикончу. Вот он же наверняка... О, давай вот так. Он же наверняка... Ты всех животных собрала в этой квартире? У меня еще там акулы лежат из-за кей. Вот смотри, если рассуждать логически, он же, наверное, когда делал ноги этой рыбоподобному существу, все-таки был уверен в том, что эти ноги жесткие. Он, наверное, такой, я дам тебе только хуй ваще оружие, которое прям всех победит. Вот эти железные ноги. И нам показали, что он довольно-таки неплохо ими пользовался. Так у него же был пульт управления. Он теперь может этой рыбой управлять, получается. Он может взять пульт управления, использовать эти ноги, эту рыбу, избить этого, как его, медведя-собаку, и все. И у него будет, типа, очень мощное оружие на пульте управления. Мне кажется, это круто. И он может избавиться от них и быть еще при силе, при возможности. Ты вообще хейтил эту рыбу? Так и да. До сих пор хейтю. Но воспользоваться ей это не мешает. Короче, звучит как... А если воспользуется, ты ее полюбишь? Нет. Она же как... Она не заслуживает твоей любви. Нет, никогда. Она, понимаешь, она... Она... Я же ее не оцениваю сейчас как реально полезного, разумного существа. Я оцениваю Стокмана как полезное и разумное существо. А рыба в данном случае как инструмент достижения Стокмана и его интересов. Поэтому Стокман молодец, а рыба нет. Запомни это! Ну, погодите, мутанты! Вот-вот правильно. Так, ребята, занимаем позицию. На старт! Приготовились! Внимание! Надоело! Разговорчики! Крэнги, саблезуб и острозуб! Какое у них плохое зрение, что они, находясь просто на 10 метрах на разных зданиях на крыше, не могли увидеть друг друга. Наверное, это сон! Ущипните! Ай, ты же просил! Ура! Вау! Да! Уааа! 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 На то, на то! Вааа! Ааа! сумасшедшие это оружие стоит ли спать только что украли да 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 донни ты жутко крутой ребята надо уходить хватит беги за мной мальчишка мы еще встретимся саблезуб кто-нибудь я тут застрял а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Донни Раф Микки Черепашки-ниндзя Гамбит Бакстера Зачем? В нашу ясность, сенсей Вы собираетесь замахнуться? В нашу ясность Есть такая игра Видела, наверное Там, короче, этот Ну, типа Один одевает каску Друг И три друга сзади него стоят там Типа сбитыми Или с чем-нибудь таким И один из них бьёт его, например Он оборачивается И должен угадать, кто из трёх его ударит Какая тупая игра Тот, кто Когда, если он угадывает То тот садится на его место И одевает каску И они начинают его бить Если он не угадывает То следующий удар Типа он Как бы это Я знаю только что В баре такое есть Когда тебе Тебе одевают А ты говорила Одевают Надевают Да Тебе одевают каску И ты выпиваешь И ты выпиваешь И тебе в это время бьют Да Ну там можно не только так Можно плюхи типа давать И тоже как бы Надо угадать Вот здесь тоже, знаешь Они настолько уважают И боятся сплинтера Что он один, короче, его бьёт Они такие каждый раз Они такие, мы не против Они такие просто поворачиваются И говорят Кто же это сделал? Наверное, Стокман И сплинтер такой дальше развлекается Есть! Не понимаю, зачем всё это нужно? Уклоняешься от невидимого меча Значит, чувствуешь намерение противника Я и так знаю его намерение, Сенсей Убить меня Что враг нанесёт удар Это известно Знать, когда он нанесёт удар Значит, избежать поражения И одержать победу Хайсен Эй, тихо Это очень, кстати, крутая мысль И очень крутая тренировка, мне кажется Потому что, ну, прикинь У Леонарда какой высокий скилл Что он в моменте чувствует Ну, грубо говоря, да Вот твоё физическое тело А у него ещё есть энергетическое вот это И когда твою энергию Где там, блин, мои руки? Пресекают Вот так Когда твою энергию вот так вот Что-то проникает Ты это уже чувствуешь в моменте И такой, типа, прям это Или можно его так рукой поймать Это отмечено Короче, это круто сделано И я уверен, что другим черепахам Ну, ладно, может быть Рафаэль ещё через годик-другой научится Ну, а там какому-нибудь Микеланджелос Донателло Как будто ещё лет 5-10 до этого Навыка расти Ну, не в обиду сейчас Ой, ой, он Леонардо-то как похвалил Ну, не, ну, круто Реально круто Скиллы Это же Это жёстко Это как-то вообще Как надо тонко чувствовать И воспринимать просто Вот Окружающие тебе Потоки энергии Или что-то такое Возможно Мне кажется, ты слишком сильно Ущемляешь Донателло и Микеланджелоса Возможно Возможно Можно обострить Вот такой Ну, нафиг твои слова вообще Ну, я же своё мнение высказывал Да, давай, давай Обострите Вот Возможно, нужно обострить Именно слух И слышать Как вот, знаешь Вот Ты же вот так рукой сделаешь Ты же слышишь, как рука Возможно, вот Мичом тоже ты слышишь И от этого отталкиваешься А не вот этими энергетическими Прикорами Ну, короче, круто Ну, тут, мне кажется, много Факторов Факторов, да Ну, может быть В нашем распоряжении была техника инопланетян К несчастью, план Стокмана имел изъяны Это правда? Ну, эээ... Да Они правы Виноват я Простите меня Я хочу возместить ущерб Если вы разрешите Понимаете Я сделал ловушку для черепах С защитой от дурака Но Мне нужна помощь моих друзей Чтобы заманить черепах Хорошо Считай, что эти двое в твоем распоряжении Я заметила Огромную собаку и рыбу Сзади Где? А, этих Саблезуб и Астрозуб Почему они ни от кого не прячутся? Я думаю, надо действовать осторожно Слушай, у них имена даже схожи, да? Саблезуб и Астрозуб Ну, зуб, зуб Зуб за зуб получается? Ну Да А если шредер такой должен Понимаешь Шредер со Стокманом Должны влиться в эту банду Как в этом Как в Шаман Кинге, да? Милли Молли там Да, да, да И Шарон И они должны влиться в эту банду И типа Стокман должен быть не Стокман, а Стокзуб Стокзуб Да А Шредер Шредер зуб Ну, можно так Ладно, пойдет И в итоге Четыре зуба у них будет компания называться А не клан ноги Клан зубов Ребята Опять На чем мы остановились? Ах да! А знаешь, кого больше всего не боятся? Стоматолога Блин, хотел сказать зубную фею Ну, стоматолог тоже нормально Я делал из тебя рыбные палочки Ошибаешься Это я готовил из тебя черепаховый суп Ха Ха Место Хороший пес Смотрите Они от нас бегут Так легко они не отделаются Раф, стой Тут что-то не так Да Ты болтаешь, а они уходят Очень хорошо Еще? Сенсей Я не то, чтобы не рада делать уки шесть тысяч раз Но где мое оружие? Эээ Эйприл Ты уже и так владеешь самым грозным оружием кунаити Умом Когда вы в последний раз видели, чтобы по голове били умом? У неверия, например Можно этот Как вот этот удар головой об голову Получается уму ударить Да, уму Верно Давай найдем тебе оружие Сюда! Ну вот Оружи, думаешь, он ей даст? Это, кстати, очень интересно Судоку Судоку Кроссворды, да? Вот эти головоломки Палка? Блин, мне кажется, у нее должно быть какое-то другое оружие Не такое, как у них Но Типа я не так Копье Вот копье я думал об этом Но как будто копье это не ее оружие Лук О, лук, кстати, норм тема Но я думаю, у нее будет маленький такой, знаешь, карманный перочинный ножик Типа вот такой вот длины Не больше Чтоб она чисто вот держала Так вот и все Ну, кстати, лук нормальная тема Лук прям хорошо Ну, блин Лук тоже Это на самом деле Надо очень сильно качаться Чтоб уметь хорошо стрелять из лука И иметь очень хорошо Там столько на самом деле Мышл напрягается Когда ты стреляешь из лука Да? Ну, я думаю, можно ее научить Мне кажется, можно Это было слишком легко Почему ты всего боишься? Ага, понятно Осторожно, ребята Возможно, это ловушка Добро пожаловать Я очень рад, что вы пришли к нам Ой-ой-ой А что он сделал? Ты знаешь, нет? Он, наверное, этим дурачкам сказал Ловушка для черепах А на самом деле Ловушка для всех Да-да-да Типа сейчас битва не на жизнь Она спер для всех Выживет только один Прикольно Сегодня Блинстерс точный Бакстерс окна Я ваш заклятый враг Я сходу могу назвать пятерых Еще более заклятых врагов Вы будете состязаться За высший приз В вашу жизнь Это пила В совершенно ужасном И невероятном Жутко опасном Роколовне берите Тупица Ты что делаешь? Как же вы меня достали Постоянные унижения Мерзкие угрозы Бакстерс Токман никому не угрожает Ты сошел с ума? Я? Ха-ха-ха-ха-ха Я обезумел от мега-злобы Предатель! И даже выйдя с лабиринта живыми Вы все равно встретитесь с моим Роковым Монстром? С роковым монстром? Нет Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ какой-то психодел, знаешь, типа виртуальная реальность, не знаю, мне кажется просто комнатка такая, как у Snow Kids, вот это вот в галактическом футболе комната тренировки, да, здесь тоже, скорее всего, они просто в нём всё это виртуально делают. Я говорю, знаешь, это игра такая на телефоне была, которая вот ты сверху летишь, и тебе надо от препятствий уклоняться, чтобы, типа, дальше упасть. Где мы? Где мы были? Тотальная война черепахам! Что за? А вот те самые испытания. Ой-ой, это совсем нехорошо. Осторожно! Я спас тебя, зачем? А? Кальмар! Внимание! Предлагаю отложить бой! Никогда! Биться будем сейчас! Блин, зачем вы вот это их спасаете? Сейчас бы одного порезало, второго порезало, минус две большие огромные проблемы. Ну, кстати, да. Ну, и стоматолог любой оборадуется. Если будем драться, то живыми отсюда не выйдем! Выход там! За мной! Лео, ты думаешь, им можно доверять? Другого выхода нет! Что будем делать, когда они нападут? Они ведь на нас точно нападут! Будем надеяться, что мы это вовремя заметим. Прикольное оружие, я такое даже не видел, мне кажется. Мне вот интересно, это для нее или что? Ну, наверное. Ну, это... Блин, оно на самом деле прикольно. За счет того, что силы тяжести на конце, а ты размахиваешь как бы силы замаха, то оно прям в оконцовье, когда попадает, очень-очень больно. Хотя вес, наверное, не такой большой. Там, типа, даже грамм 200, если будет, все равно будет больно прилетать за счет вот этого из какого-то расстояния преодоленного. Но, блин, как будто я просто таким не справилась, как будто не для нее. Запомни, Эйприл, оружие выбирает тебя, как и ты выбираешь оружие. Оно выбрало дерево. Рота. Почти подняла. Землекоп. Когда я переиграл в какой-нибудь Майнкрафт-оматыгой, да? Да-да. Что ж, будем искать дальше. Ей нужно палку, как у Донателло, я считаю. Вот палка, как у Донателло, очень хороша ей будет. Она никого не травмирует, себя не травмирует, и палка, наверное, легкая, типа, знаешь, бамбуковая какая-нибудь, такая, типа, чтобы 100 грамм весила, не больше. Я за вами смотрю, черепахи. Свежий воздух дует оттуда. Хорошо, после вас. Нет, нет, сначала вы. Я настаиваю. Что случилось? Не доверяйте нам? Идти к вам спиной, все равно, что спятить. Идея! Мы пойдем так. Черепаха, черепаха, чудик. Черепаха, черепаха, чудик. Стоп, нет. Чудик, черепаха, чудик, чудик. Нет, многовато чудиков. Шары роковые. Что это? Опасно. Уходим. Я первый. Роковые шары, бежим. Они же умудряются драться, пока бегут. Стоп, мы здесь уже были. Он прав. Мы ходим кругами. Донни, ты уверен? Пора вас, мальчики, разделить. Кажется, это сказано нам с тобой. Ты напрасно тратишь силы, Леонардо. Все намагниты непроницаемы. Уже пробовал, Донни. Нет сигнала. Я знаю. Я настраиваю внутренний магнит чифона, чтобы он детектировал переменный ток. Так мы сможем найти Бакстера. Вы двое. Развлекайтесь Тинкмана. Нет проблем. Эй, Бокстан! Бакстер! Кстати, интересно, чем так хороша профессия суперзлодея? Что ж, раз мою автобиографию вы не прочтете, я расскажу. Я был слабым и очень чувствительным ребенком. Какой сюрприз. Поэтому я решил развивать свой главный талант. И генерный гений. Ай, бедолага. А можно вместо того, чтобы быть суперзлодеем, просто что-нибудь разработать полезное и стать Илоном Маском. И получить признание за счет идей так. Да, свого гений. На самом деле, я не понимаю. Мне вообще, конечно, нравится, как сейчас показывают Стокман. То, что он такой прям придумал план, все это, да? Как-то это все смастерил. Ну, не знаю, прям реально круто раскрывают как персонажа. Но все же можно было сделать. Я не знаю, мне кажется, сам себя переигрывает. Потому что все можно было сделать гораздо проще. Он просто берет комнату квадратную и закидывает туда какой-нибудь уцепляющий или отравленный газ. Газ заполняет комнату, все помирают. Конец. Ну, не может. Не могут они убить главных героев, блин. Ну, как-то же можно пожестче это сделать. Потому что, ну, вот это вот, вот эти вот висюльки, качельки и всякие летающие шарики, это как-то выглядит не слишком опасно. Для детей это интересно. Да, думаешь? Конечно. Не знаю, мне было интересно смотреть. А сейчас? Нет, интересно, я не спорю. Мне вообще нравится, как сейчас это раскрывают Стокмана наконец-то в конце-то концов. Но просто гораздо много простых способов убить всех, кто тебе не нравится, нежели тратить... Ну, да, было много попыток, так скажем. Нежели... Возможностей много было. Нежели тратить свои силы вот так, как он это делает. Стоп. Но мне нравится, как он еще и рыбок туда, рыбку и вот эту собачку запихал. Ну, правильно, так и надо. Их тоже надо убить. А потом, короче, убить и Шреддера и стать главным вообще в плане фута. Я думаю, у него будет такой план. Знаешь, сидеть, типа, просто сделать из каких-нибудь полимеров или силикона маску Шреддера. Убить Шреддера, надеть его маску и сидеть делать, что он Шреддер. Прикольно? Да. Запомни, движения должны быть плавными. Ой, учитель Сплинтер, простите. Кто это? Это я, моя жена и дочь. До того, как Шреддер... Малышка такая красивая. Да. Мила сейчас была бы твоего возраста. Мне хочется думать, что она стала бы похожей на тебя, дитя мое. Да, кстати. Если только у тебя или у твоей жены были рыжие волосы, потому что иначе это было максимально... Я вообще не знаю, как вот так вот смотрят на фото младенцы и говорят, он такой красивый. Слушай, младенцы бывают красивые, а бывают не очень, наверное. Ну, мне кажется, они все одинаковые вначале. Ну, это ты так думаешь. Это же вот ты вот на зята, наверное, смотришь, тоже думаешь, что все зята такие одинаковые. Так и тут. А младенцы, на самом деле, разные. Все младенцы разные, все зята разные. Просто глубже надо смотреть, понимаешь? Ну, на этом рисунке реально, конечно, там просто круг, две точки и палочка. Ой, какой красивый! Там, на самом деле, тяжело, понятно, что это красивый ребенок. Но, допустим. Жди здесь. Ой, самый длинный в мире роковой тоннель. Что? Ловушка! Вот здесь, конечно, минусочку Рафаэлю автоматически. У него есть сай. Сай, вот так, прикинь, вот так вот так вот, вытаскиваешь, вот так вот в землю втыкаешь, и никуда тебя не уносит, никуда ты не летишь. А почему он вот не соображает сейчас? Чтобы рыбка сейчас его спасла. Потому что он даже от меча не может вовремя уклониться. Вот поэтому он сейчас и не может догадаться до этого мува. Вот она, сила дружбы! Ну вот мы квиты, да, Вобла? Думаешь, я дам Бакстеру разделаться с тобой? Это удовольствие я приберегаю для себя. Еще я сделал модель вулкана, но с настоящей расплавленной лавой. Спалил всю гимназию. Меня исключили. И я для осместить всем, кто меня обижал. Бедный. Бедняга. Шутка, короче, шутка в голову пришла. Знаешь, почему рыба красная? Почему? Потому что это килька в томате. Шутка, короче! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Хозяина того портфеля заинтересовала мое мастерство Шреддер Да, меня взяли в клан Фуд и поручали грязную работу Последнее задание Уничтожить тебя, твоих братьев и вашего сенсея Значит, ты это делаешь потому, что должник Шреддера? Хей, для меня лучшая работа — это колотить врагов Хорошо, это я понимаю Да, мы с тобой похожи в чем-то Может быть Но я все равно тебя поколочу, когда выйдем Я уже реально иногда Они такие фразы Такими словами называют Стокмана Что иногда я не понимаю, что они о Стокмане говорят Вот это вот Скунсмэн, оно вроде уже второй раз Но я такая Кто это? Чего? Что за рандомный выкрик был? Потом я такая А, это Стокман же Крича в соседней комнате! Вообще, это появляются мысли из разряда Назовут ли его хотя бы раз правильно? Нет, наверное Хорошо вам вдвоем? Ха, очень смешно Сильный переменный ток течет под этой пушкой Нет! Вы должны были друг друга убить, а не работать вместе Ничего Вы прошли мой лабиринт Но зато теперь будет Призовой раунд! Да Призовой раунд Роковой! На колени перед сокрушительной мощью моего Рокового Монстра! Вы все считаете себя умными Посмотрим, как вы забоете, когда вас полетят роковые Когда полетят мои ракеты Это точно такой же монстр, который был, да, в самом начале? Не знаю Вроде бы да Он прям один из один Он просто взял и такой Блин, что-то у меня Музы нету Придумать что-то новое Оригинальное Новую такую же модельку сделать Или мультипликаторы Они такие Блин, что-то новых персонажей придумывать Присывать, да? Да, давай вот возьмем с той серии Того же самого Музыка КОНЕЦ Как это прекратить? Микки, Острозуб, давайте под Бакстера! Ха, вы молодцы! Только бегать надо быстрее! Ю-ху! Роковой монстр, мы здесь! Раф, Саблезуб, там! Раф, Саблезуб, там! Готов? Три, два, один! Нет! Хватит друг другу помогать! Где Декстер? Олухи! Вы еще услышите о Декстере? О Бакстере, сток! Он сам оговорился, сам себя неправильно назвал уже. Уже все, поплыл. Да. МАНЯ! Я думал, что когда-нибудь отдам его моей дочери. Китана! Фейера! Реально! Вот это круто! А она будет их вот так вот кидать? Да, 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 да. Я скажу, это Китана будет. Блин, если так будет, будет круто. Но хочу, чтобы он был у тебя. Красивый! Да. И? Кажется, мы нашли мое оружие. А как она это поняла? Она так могла про любое оружие сказать. Она же даже его в руках не поддержала. Это просто эстетичнее и красивее, конечно, не понравилось. Оно как бы эстетичнее и красивее, как бы, да, как веер. Круто, но это вообще не то, что подходит под ее наряд. Ей бы наряд сменить. Смеет, я уверена, будет потом как к нити ходить. Как это, как ее, как ее дочку Шредера. Карай. Карай. Перемирие закончилось. Давай кончать с этим. Боялка! Не надо. В другой раз. Знаешь, Раф, из вас с Саблезобом вышла отличная команда. Он остался нашим врагом, Микки, и нападет на нас при первом удобном случае. Верь своим чувствам и не ошибешься. Вот это было круто. А, ты все выключил? Ну да, ты что? Вот этого ждал. Это крутая серия. Офигенно. Очень крутая серия. Очень. Очень понравилось. Да. Потому что мне понравилось здесь почти все. А что тебе не понравилось? Смотри, мне понравилось как раз Крилли Стокмана, что он такой, типа, ага, я всех там победю. Как будто этот Стокман становится уже как будто глубже, поинтереснее, чем в 2003 году. Да, наверное. Мне понравилось вот это вот учение Сплинтера, типа, зная, когда нападет твой враг. И нам это показали, что им с врагами пришлось объединиться, и в моменте все равно враг мог предать. Это надо было почувствовать. Это круто. И Рафаэль научился этому? Да, быстро. Быстрее года, кстати, мои прогнозы не сбылись. Мне понравилось, что вот это развитие ветки Эйприлла, что и оружие там, да, искали, что оно тоже становится кунаричь. Блин, надо было тоже про Вера подумать. Вот. И мне не... Ну, я уже сказал, что мне не понравилось, что Стокман заморочился с тем, что он не сразу решил их убить, а придумать какие-то испытания. Хотя проще убить их было бы, ну, гораздо... Знаете, вот эти вот... Понимаешь, если бы он просто их убил, у тебя не было бы шанса посмотреть вот эти все испытания. Ладно, можно было как в «Резидент Ивеле», как этот по-русски фильм называется, «Смелый Йович». В «Обителе зла». Вот, в «Обителе зла». Вот это, знаете, сетка же вот эта выходит, которая всех пилила. Да, да, да. Вот такую надо было им, и всё, и просто на насмерть. Но какие-то другие приколы он сделал, зачем, не знаю, непонятно, но да ладно. Да и в конце тоже какой-то тупой момент. Он на беззащитной, беззащитной, на этом летающей тарелке. Робот сам по себе что-то бегает. Он там пытается что-то уковорачиваться. Но это было сразу очевидно, что это всё приведёт явно к чему-то хорошему. Пришли сюда, улети далеко, вообще далеко сразу. Ставь ему только робота, чтобы они с роботом сражались. Нет, зачем-то что-то летает, уворачивается от их ударов. Зачем это ему надо, непонятно. Нет, но серия очень крутая. Вот эти вот моменты, они тут глупенькие. А так серия крутая, реально очень хорошая. Я согласна. Вот. Сколько там вышло? Всё нормально. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал. Подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в телеграм, там вообще не до нас. Подписывайся на бустеры, они доступны, эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.